С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Великовисочном сельском совете продолжают бороться со стихией. В зону подтопления попали 4 населенных пункта. Вода подобралась к 276 придомовым территориям. Шаманскими бубнами на международный рынок. Ремесленник из Нарьинмара вышел на экспорт с товарами, которые производятся по технологии ненецкого народа. Зеленая весна. Одноименная ежегодная экологическая акция стартовала в Ненецком округе. Ее проводит региональный ресурсный центр добровольчества. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска информация о Паводке. В границах Ненецкого округа продолжается слабый рост уровня воды по постам на реке Печора. Незначительно увеличилась площадь разлива в районе затопления поймы у села Великовисочное. По данным гидрологического бюллетеня на 16 часов 25 мая в Великовисочном уровень воды достиг отметки 889 сантиметров. В настоящее время в муниципальном образовании продолжает действовать режим ЧАЭС. Уровень воды по Оксино на 20 сантиметров превышает неблагоприятную отметку начала затоплений составляет 760 сантиметров. Достижение максимальных значений уровня ожидается в Оксино 26 мая на отметке 770 сантиметров. В Харуте на Адзиве после формирования максимального уровня весеннего половодья происходит интенсивное понижение уровня воды. В настоящее время он находится на отметке 758 сантиметров минус 116 сантиметров. В Харивере минус 48 сантиметров. Уровень воды находится на отметке 945 сантиметров. На Рейнмаре 550 сантиметров плюс 2 сантиметра чисто. Достижение максимальных значений уровня ожидается 27 мая на уровне 570 сантиметров. В Великовисочном сельском совете продолжают бороться со стихией. В зону потопления попали 4 населенных пункта. Вода подобралась к 276 придомовым территориям. Накануне в муниципалитет отправилась оперативная группа из руководителей силовых ведомств и представителей региональной власти. Делегацию возглавил в Рио губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. Далее все подробности. Масштабы затопления Великовисочного удалось оценить еще при подлете к населенному пункту. Вода подобралась к большинству домов сельчан. Впрочем, к такому половодью здесь были готовы. В случае, если населению потребуется эвакуация, в Великовисочном сельском совете развернуто 6 пунктов временного размещения, рассчитанных на 225 человек. Один из них расположен в здании школы. Осмотрев пункт временного размещения, делегации во главе с Юрием Бездудным проследовали на дизельную электростанцию. А оттуда, пересев на лодки, отправились на осмотр потопленных территорий. Конечным пунктом проверяющих стала Великовисочная участковая больница. Здесь, если первый этаж, вода зайдет, мы в холодильнике поднимем все. Все, что в наших силах, все уберем. А палаты наверху? Палаты наверху. Сейчас у нас в связи с коронавирусом ведется период экстренных больных. То есть плановых мы не берем. В данный момент у нас там освобождены палаты, под них нет. Ну, если вода будет подниматься, то тех, кто маломобильных, вы заберете. Да, я думаю, да. И теперь, что касается актуальной информации по опаводковой обстановке в Великовисочном сельском совете. По состоянию на 16 часов 25 мая уровень воды достиг отметки 889 сантиметров. В муниципальном образовании в зону подтопления попали четыре населенных пункта. Великовисочная, Лабожская, Тошвиска и Щелина. Во власти стихии оказались 276 придомовых территорий и 226 домов с населением 476 человек. Из них 86 – это дети. Подтоплено 17 социально значимых объектов. В настоящий момент дизельная электростанция в деревне Тошвиска и в селе Великовисочное перешли на резервный источник электроснабжения. Отключены два колодца и одна из котельных в селе Великовисочное. На жизнеобеспечение населения отключения не повлияло. Все остальные социально значимые объекты работают в штатном режиме. Для размещения в ПВР граждане не обращались. Как рассказала в телефонном интервью глава Великовисочного сельского совета Татьяна Жданова, пострадавшему от стихии населению оказывается адресная помощь. На территории муниципалитета продолжает работу аэромобильная группа МЧС России. Стабилизация ситуации ожидается в ближайшие 2-3 дня. За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших COVID-19. Таким образом, с момента начала пандемии в стране зарегистрировано 353,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, а общее число выписанных пациентов превысило 118 тысяч. По данным на утро 25 мая на территории окружной столицы выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба пациента – жители сельской местности. Ранее они контактировали с зараженным COVID-19, который был выявлен в терапевтическом отделении Неницкой окружной больницы. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело в общей сложности 27 пациентов. Как сообщили в окружном профильном департаменте, стационарное лечение проходит 14 пациентов, амбулаторное – 22, в том числе 19 на Варандее и 3 на месторождении имени Титова. На самоизоляции в домашних условиях находится 379 человек, в обсерваторе – 9. Снято с контроля 787 человек, в том числе 61 человек только за последние сутки. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Неницкого округа проведено 2587 исследований на коронавирус. Российские регионы получат дотации в размере 100 миллиардов рублей в общей сложности, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Кабинета министров. Эта мера, по мнению правительства, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Неницкий автономный округ в числе получателей федеральных средств. В списке регионов, определенных документом, 56 субъектов Российской Федерации, в том числе и Неницкий автономный округ, в адрес которого поступит около 216 миллионов рублей. В документе говорится, что Минфину России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году выделяются бюджетные ассигнования в размере 100 миллиардов рублей для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации дотации на поддержку мер по обеспечению бюджетной сбалансированности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Распределение дотации бюджетом субъектов Российской Федерации будет осуществляться в соответствии со списком в приложении к распоряжению премьера. 56 регионов страны получат от 13 миллиардов до 14 миллионов рублей на обеспечение сбалансированности своих бюджетов. С шаманскими бубнами на международный рынок. Ремесленник из Наринмара вышел на экспорт с товарами, которые производятся по технологии неницкого народа. В этом ему помогли специалисты регионального Центра развития бизнеса. Алина Ваучейская продолжит. В чуме мастерской вовсю кипит работа. Валерий Гударев выстругивает будущий каркас для шаманского бубна, который после обтяжки кожи оленя отправится в Канаду. Заготовки делает из ольхи. Это дерево хорошо поддается обработке. К тому же материал очень прочный и легкий. Это внутри бубна такой. Человечек, то есть. Ну, как подавинчик. Знаешь, безконечности. Изготавливаются бубны строго в соответствии с технологиями, которые Валерий перенял у мастеров неницкой культуры. Этим ремеслом мужчина занимается около 10 лет. В последние годы спрос на инструмент шаманов колоссально возрос. Заказы поступают не только из России, со всего мира. США, Канада, Норвегия, Индия. Именно поэтому Валерий решил выйти на международную онлайн-площадку. Это спасибо ребятам с центра ЦРБ. Там есть экспортный отдел. Я так давно слушал про ЕСИ, Ебэй, ну вот эти площадки, то есть мировые интернеты. Ну, они вот специализируются на штучном товаре, то есть на хендмейт. Вот. А всё, хотел, 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 хотел. А тут и захотел. Возможность выходить на международные площадки абсолютно бесплатно у окружных ремесленников появилась ещё в прошлом году. В этом им помогают сотрудники экспортного отдела Центра развития бизнеса. В ИОНу предоставляются федеральные средства на реализацию проектов по экспорту. У нас порядка 18 услуг, которые могут воспользоваться предприниматели. Одна из них – это выход на электронные площадки. Мы сами анализируем предпринимателей, которые уже готовы к этому. Находим их, общаемся и предлагаем эти. За счёт федеральных средств мы оплачиваем размещение, продвижение, пиар и обучение. Более подробную информацию можно узнать в Центре поддержки экспорта Регионального Центра развития бизнеса. Алина Ваучейская, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Предпринимателям Ненецкого округа расскажут об аксессуарах эффективных продаж и не только. Вебинары, онлайн-игры, а также награждения победителей сразу нескольких конкурсов, проводимых среди представителей бизнеса, пройдут на Рейнмаре в рамках тематической недели, приуроченной ко Дню российского предпринимательства. Она стартует 26 мая. И в этом году пройдёт в непривычном формате. Помимо того, что сокращено количество мероприятий, изменился и способ их проведения. Да, мы подстраиваемся под реалии наших дней. И неделю предпринимательства проводить мы будем. Начнётся она у нас завтра, 26 мая, непосредственно в сам праздник. Начнётся он онлайн-интенсивом по эффективным продажам. Спикером выступит федерального уровня эксперт, именно по коммуникациям деловым и эффективным переговорам. Он расскажет предпринимателям, как эффективно выстраивать свои продажи и как принимать своего клиента таким, какой он есть. В вебинаре зарегистрироваться нужно, то есть это можно сделать на нашем сайте, либо на наших пабликах расположена ссылка для регистрации. Также в рамках недели предпринимательства пройдут онлайн-консультации для представителей малого и среднего бизнеса Ненецкого округа. То есть это будет в формате видеоконференции. Специалисты нашего центра расскажут о всех мерах поддержки, которые действуют как в регионе, так и на федеральном уровне, в том числе и связанные с коронавирусом. Любой предприниматель, либо начинающий, действующий, либо человек, который хочет начать свое дело, может задать нам в онлайн-режиме любой вопрос. Любой вопрос, возникающий по неделе предпринимательства, можно задать по телефону горячей линии, который вы видите на своих экранах. В Нарьинмаре обсудили вопросы по организации работы служб психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одним из выступлений семинара-брифинга, который был организован Ненецким региональным центром развития образования, стал доклад уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе Галины Гуляевой. Она обратила внимание на проблемы, возникающие при выявлении случаев жестокого обращения с детьми. Статистика преступлений против детей в Ненецком округе неутешительная. По информации следственного управления, за 2019 год в Ненецком округе признаны потерпевшими 15 несовершеннолетних. Детский омбудсмен Галина Гуляева уверена, ситуацию необходимо менять. И начинать нужно с выявления причин жестокого обращения и непосредственно фактов насилия. У нас ведь жестокое обращение, но не только физическое насилие, есть психическое насилие над личностью, над личностью ребенка. Эти случаи вообще настолько латентные, они трудновыявляемые. И я вот перед специалистами, когда выступала, я так вот припоминаю, что за все годы моей практики, работы в этой отрасли, собственно, я даже не припомню, чтобы было отдельное основание, например, для лишения родительских прав по случаю нанесения ущерба здоровья, например, из-за того, что у ребенка там гнобят родители каждый день. Вторая проблема, на которую необходимо обратить внимание, это квалификация правонарушений. Где было жестокое обращение, а где нет. В связи с этим надо всегда, как я говорю, специалистам и к родителям обращаясь, вообще к общественности обращаясь. Тут лучше переусердствовать. То есть вот если ребенок плачет за стеной, то вы прислушайтесь, что это за плач. Если этот плач надрывный, тяжелый, бесконечный, то, вы знаете, лучше здесь позвоните или поинтересуйтесь, что происходит. Еще одна проблема – лояльность законодательства к тем правонарушениям, которые совершаются в отношении несовершеннолетних. Речь, в частности, идет о лишении родительских прав. Некоторые матери и отцы не воспринимают данную меру как наказание, а назначенные алименты попросту не выплачивают. Я знаю, что есть дискуссии в профессиональных сообществах, которые занимаются этой проблематикой, о том, что перевести, например, меру ответственности лишения родительских прав в разряд из гражданской правовой ответственности в уголовную. То есть эти дискуссии ведутся, чтобы как-то ужесточить эти наказания. Но пока мы имеем то, что имеем. Выявление случаев как физического, так и психического насилия детей – работа всего общества. Главное – не оставаться равнодушными. Мария Даник, Владислав Носкин, Телеканал «Север». «Зеленая весна» – одноименная ежегодная экологическая акция стартовала в Неницком округе. Ее проводит региональный ресурсный центр добровольчества. Жители округа могут самостоятельно выбрать любое место в своем населенном пункте и привести его в порядок. В связи с ограничительными мерами в этом году акция продлена до 30 сентября. Ольга Русул расскажет подробнее. Волонтер Глеб Мариничев взял в руки грабли. Юноша задался целью привести в порядок городские клумбы. Такие акции, как «Зеленая весна» объединяют людей, вовсеряют такой дух, силы. И на самом деле объединяют и покажут, насколько мы все связаны, каждый добрый в душе человек. По задумке организаторов, неправительственного экологического фонда имени Вернадского и Всероссийского общества охраны природы, проект способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально ответственного общества, живущего в гармонии с природой. Любой желающий может принять в ней участие. Можно выйти собрать мусор вместе с соседями или друзьями. Можно высадить любые растения, деревья, кусты, цветы. Можно заняться благоустройством. Если вы вдруг сидите дома и находитесь на самоизоляции, и не можете принять участие в субботнике, то можно даже сделать с детьми огород на окне. И это тоже будет замечательно и здорово. Во время субботника необходимо соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию, использовать индивидуальные маски и перчатки. Помощь в реализации проекта окажет ресурсный центр поддержки и развития добровольчества в Ненецком округе. Если есть необходимость, например, если это волонтеры, которые готовы выйти и убрать любую общественную территорию, мы можем предоставить мусорные мешки, можем предоставить перчатки, мы можем связаться с чистым городом, например, для того, чтобы сообщить, где мусор находится, его вывезут. Вот такую помощь мы можем предоставить. Кроме того, в рамках Всероссийского экологического марафона «Зелёная весна-2020» проводится второй творческий конкурс «Я участник зелёной весны» и экологическо-патриотической акции «Великая победа и зелёная весна». Гордимся прошлым, ответственно перед будущим. Приуроченная Году памяти и славы в честь 75-летия победы Великой Отечественной войне. Все желающие могут зайти на сайт организатора, скачать оттуда бланк и написать такое некое послание потомкам в 2045 год. Организаторы акции эти послания соберут в единую капсулу времени и она будет скрыта 9 мая 2045 года. Содержание письма может быть совершенно любой направленности, патриотической, экологической, просто призыва беречь природу. Организаторы мероприятия обращаются к жителям округа с просьбой принять участие в экологическом субботнике и разместить соответствующие фотографии в социальных сетях с хэштегом «Зелёная весна 2020 на О». Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полартранс».